Алматинская область закрыта на карантин. Жителям запрещено выходить из дома без острой необходимости, а водителям передвигаться по городу без дела. Многие не понимают всю серьезность ситуации. В связи с этим полиция региона работает в усиленном режиме. Нарушители карантина будут наказаны. Об этом мы поговорим сегодня в прямом эфире. Здравствуйте. Сегодняшний гость нашей студии, начальник штаба Департамента полиции Алматинской области Людмила Юрьевна Теряева. Добрый день. Давайте начнем с того, в каком усиленном режиме работают полицейские Алматинской области. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. У нас работает телефон 400109, код города 87282. Вы можете позвонить по этому телефону и задать лично вопрос нашему гостю. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Мы здесь в студии озвучим. Добрый день. Начну с того, что согласно указаниям министра внутренних дел, личный состав гарнизона полиции Алматинской области 16 марта переведен на особый режим несения службы. Что это обозначает? 16 марта практически все районы, городские подразделения выставили посты, санитарные блокпосты и работают в круглосуточном режиме. За этот период у нас задержано более 400 нарушителей карантинного режима. Задержаны. Да, задержаны, привлечены к административной ответственности. Среди них есть, которые привлечены к уголовной ответственности? Нет, за нарушение карантинного режима предусматривается административная ответственность. Это да, предусмотрено статьей 476 кодекса об административной ответственности. Значит, этой статьей предусмотрено штраф в размере 10-ти месячных расчетных показателей, либо административный арест до 15 суток. Ну, пока на 15 суток еще никому не определяли? Нет, сейчас я по количеству вам точно не могу сказать, но действительно у нас есть нарушители, которые были водворены в изолятор временных содержаний. По решению суда именно адмарест им вынесен. Вот здесь давайте конкретно расскажем нашим телезрителям, за что наказывают. При каких случаях человек будет платить штраф? Да, что является нарушением карантинного режима. Значит, 476 статьей закон о кодексе об административных правонарушениях. Значит, это нарушение режима чрезвычайного положения. Все запреты оговорены в постановлении главного санитарного врача Алматинской области. Это номер 6 от 13 апреля. Значит, все, что там в перечень входит запретов, все это является нарушением. Конечно. Значит, запрет въезда-выезда из района, города, а также перемещения внутри населенных пунктов. За исключением лиц, направляющихся в медицинские организации, ближайшие магазины и аптеки, не более одного раза в день. Лиц и грузового транспорта, служб доставки товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств, медицинских изделий, средств защиты и гигиены, горюче-смазочных материалов, запасных частей, транспортных средств, производства оборудования при наличии подтверждающих документов заказа. Лиц и транспорта коммунальных аварийных служб. Лица и транспорт организаций, работающих в период карантина, перевозящих сотрудников, в том числе на легковом транспорте, но не более трех человек. И на автобусах при наполняемости не более 40%. Работников медицинских организаций и аптек, вне зависимости от форм собственности, военнослужащих государственных правоохранительных органов, а также их подведомственных учреждений. Сотрудников официальных средств массовой информации при наличии редакционного задания. Работников строительных дорожных организаций и необходимых специалистов в задействованных строительстве государственных объектов. Лиц и транспорта специализированных инкассаторских служб при наличии соответствующих знаков и разрешительных документов. Лиц по медицинским показаниям в сопровождении не более двух человек при наличии конкретных документов. Это заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза. Далее, что входит в перечень. Письмо приглашения от медицинской организации расположено в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанной первым руководителем и заверенной гербовой печатью. Понятно. Но есть уже случаи в больших городах, когда человек проехал блокбост, хотя ему не разрешили заехать в город Алматы и в городе Нур-Султане. У меня тоже такие случаи зарегистрированы. Наряду с этим есть также проблемы на улицах города, когда есть люди, которые не хотят прислушиваться к советам консультации полицейского, не хочут идти домой. Вот в таких случаях, если человек совсем не слушается, что делать? Ну, во-первых, конечно, это все зависит от каждого личного человека, от нашего самосознания, насколько мы серьезно относимся к этой проблеме. Да, есть такие случаи, такие люди, которые действительно игнорируют все требования вот этого санитарного врача. Допустим, вот у нас основное количество вот этих нарушений выявляется на блокпостах, которые стоят по периметру города Алматы. То есть люди либо в Алмату хотят выехать, либо наоборот с города Алматы. Ну, как я уже сказала, в основном это привлекаются либо к административному штрафу, либо к административному аресту. В принципе, как бы за этот период таких злостных нарушителей, которые бы оказывали неповиновение, нет. Есть действительно люди, которым необходимо. В каждом индивидуальном случае стараемся подходить, естественно, индивидуально. Запрет, конечно, да, на всех распространяется. Но стараемся входить в положение каждого человека. Если это возможно, если это не угрожает здоровью этого человека, здоровью окружающих, то, конечно, бывают исключения. Но это очень-очень редко. У людей, если возникают вопросы, у нас в департаменте создан оперативный штаб, круглосуточно работает рабочая группа, создан колл-центр, телефон 243586, где по всем вопросам вам могут квалифицированно ответить. Повторите номер, пожалуйста. 24-35-86. Если по какому-то случаю есть у людей, например, вопросы или хотят получить консультацию, могут позвонить. Могут позвонить по этому телефону. Если на месте в колл-центре невозможно решить, значит, связывают наши операторы, связывают с конкретным постом, то есть через который, на котором возникают проблемы. И там уже решается в индивидуальном порядке. Ну, решается как. Я еще раз хочу повторить. Если это требует безотлагательных мер при наличии конкретных документов, то, конечно. Если... Повторите, пожалуйста, номер, куда можно позвонить. 24-35-86. Если вот человек, когда объявили карантин в городе Алматы, он находился на территории Алматинской области, и попасть к себе в город он уже не смог. Но ему пришлось снять квартиру, например, в Талкургане или на территории Алматинской области, но его где-то задержали полицейские. Как ему быть? В таких случаях будут ли его наказывать? Ну, в принципе, конечно, он является гражданином Республики Казахстан и ответственность несет, согласно законодательству Республики нашего государства. То есть, всем гражданам... Вообще, постановление было подписано 13 апреля. И в срок до 15 апреля всех предупредили, дали возможность... Выехать, заехать. Да, заехать по месту жительства, по месту регистрации. Если кто-то не успел, то уже сейчас теперь придется ждать до конца карантина. Ну, желательно сидеть дома и не ходить по городу, чтобы... Конечно, конечно. Чтобы не получить. Это в целях обеспечения своей безопасности и безопасности окружающих. Ну, многие не понимают, конечно, всю серьезность ситуации, поскольку в Казахстане, смотрите, на сегодня заболело 1480 человек, почти 20 человек. Это уже летальный исход. Но людям объяснить это сложно. Но, тем не менее, людям надо жить, работать, на что-то существовать. Например, есть такой вопрос. Говорят, если вот огород находится в селе Крупское, а сами они живут в Толкургане. Вот надо срочно уже весна посадить огород. Что делать в таких случаях? Как я уже сказала, сутки были даны, чтобы люди определились, где им нужно будет в ближайшее время находиться. Сейчас, в данном случае, им нужно будет пока посидеть, подождать. Посадить огород они не смогут пока. Если своевременно не выехали, конечно, уже придется подождать. Уже другой возможности нет. Никакой возможности нет. Вот, например. Может быть, какие-то пути имеются? Ну, это тоже вопрос наших телезрителей, поскольку каждый раз они нам задают. Может быть, в каких-то случаях можно как-то найти выход? Да, я понимаю. Сейчас весна. В перечень категорий, кому разрешено проезжать через блокпосты, это, значит, те, кто занимается сельским хозяйством, животноводством, строительством, но при наличии обязательных документов. Разрешительных документов. Например, если эти же люди хотят получить, например, разрешительный документ, куда надо обратиться? В Акимат. В Акимат. Но у нас вчера гость был, он сказал, если человек, например, он занимается действительно сельским хозяйством, и он является главой фермерского хозяйства, тогда он может обратиться. А простой человек, у которого ничего нет, например, просто поедет, например, заниматься строительством, или там хочет построить дом, или там огород посадить, в таких случаях как бы. Вы знаете, я уже сказала, это все индивидуальные случаи. Любой гражданин может обратиться к руководителю оперативного штаба города, района, области. Там рассмотрят этот случай, данный случай. У нас на всех блокпостах сейчас имеются у сотрудников планшеты, в которых имеется список автотранспорта граждан, которые могут проезжать через блокпосты, то есть передвигаться по области. Этим списком занимается оперативный штаб области, оперативные штабы районов и городов. Поэтому, если в этом списке фамилия конкретного гражданина есть, есть автотранспорт, пожалуйста, его беспрепятственно будут пропускать. Спасибо. Есть вопрос от телезрителя. Пишут, одни придерживаются вот этих мнений, другие нет. К примеру, мы не выходим из дома, тогда как соседи, дети выходят, гуляют, играют на улице. Мы звонили, это из города, видимо, говорят, но мы звонили на 102, однако полицейские не приехали. Что делать? Ну, что делать? Здесь вот я конкретно тоже... Если звонили на 102, и если полиция не среагировала, я даже не знаю, потому что каждый звонок на 102, он записывается, потом перепроверяется. Если есть возможность, пусть они скажут, когда они звонили, мы перепроверим, и действительно примем меры к тому, чтобы... Вернее, это накажем даже тех сотрудников, которые не среагировали. А так должны поехать и поговорить? Обязательно, да. В худшем случае, скажем так, привлечь к административной ответственности за нарушение норм карантинного режима, это родители, которые оставили детей без присмотра на улице. Ну, либо провести разъяснительную беседу, на первый раз предупредить. Ну вот, как и медики, полицейские тоже на самых ответственных участках на сегодня находятся, вот именно на блокпостах, где возможность заразиться коронавирусом есть в таких случаях, как защищаете своих сотрудников. Есть телефонный звонок, давайте ответим, потом продолжим наш разговор. Мы вас слушаем, говорите. Кому говорите? Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Если есть видеоматериал к этой передаче, покажите, как проводится обработка общественного транспорта. Я вот несколько раз ездил, как он, наверное, месяцами ходил, сухой, грязный, так и выпускают на линии. Не моют, не дезинфицируют на конечном. Вот покажите, если есть видеоматериал. Вы людей успокаиваете, а то, что вот эта букварь читает, это уже все прекрасно знают. Вот и все. Это все прекрасно знают. Но нарушители, я согласен, надо наказывать. И еще построже, чем вот она говорит. Еще построже. Садитесь в изоляторы на 15 суток, на 14 карантина, и пусть там сидят, баланду едят. Нечего других травить. А как вот борются с этим, вот покажите, на деле, а не на словах. Вот мой вопрос, пожалуйста. Ну, спасибо вам большое, конечно. Ну, хочу напомнить, что в Талдокургане с сегодняшнего дня уже автобусы не ходят. Поэтому и дезинфекция, я думаю, общественному транспорту не нужна. Она будет стоять до конца карантина. Ну, а если кто-то, например, выедет на линию, бывает даже и такое. Так, ну, здесь это вопрос касается Акимата. Конечно, здесь уже службы Акимата контролируют это обязательно. Что касается дезинфекции на блокпостах, здесь у нас именно только на блокпостах. Есть у нас еще санитарные посты. Мобильные посты те, которые, ну, просто регулируют, не пускают автотранспорт и людей. Блокпосты там, где, значит, автотранспорт проезжает. Там обязательно стоит сотрудник с планшетом, где проверяет, есть ли в списке на разрешение этот автотранспорт и люди, которые находятся в автотранспорте. Далее, значит, присутствует специалист по дезобработке автотранспорта. То есть сразу же автотранспорт, который заезжает, например, в Талдыкурган. У нас вокруг Талдыкургана четыре таких поста. Проводится обработка дезинфекционная. Это, получается, дверей и нижней части автотранспорта. Далее присутствует медицинский работник, который проводит дистанционное измерение температуры людей, которые находятся в автотранспорте. А как защищаются сами? Давайте продолжим наш разговор. Значит, что касается защиты сотрудников. Во-первых, это еще в начале марта. Значит, нами было приобретено одноразовые маски, многоразовые маски, перчатки. В общем, все средства индивидуальной защиты необходимы для обеспечения безопасности наших сотрудников. Все сотрудники на постах, на патрулировании находятся обязательно в масках и в перчатках. Кроме того, те сотрудники, которые находятся на блокпостах, у них лежат противочумные костюмы. Тоже если в случае выявления каких-то граждан с признаками заболевания коронавирусной инфекцией, то сразу же наши сотрудники будут одеты в эти противочумные костюмы. В запасе еще в резерве есть у нас. Кроме того, во всех зданиях у нас установлены средства обработки, кожные дезинфекционные средства. Сейчас буквально сегодня решен вопрос с управлением, областным управлением здравоохранения по тестированию наших сотрудников на коронавирусную инфекцию. Вот уже сегодня 400 тестов нам предоставили. С завтрашнего дня мы начинаем тестировать сотрудников, в первую очередь тех, которые находятся на блокпостах. В последующем проверке подвергнутся полностью все сотрудники. Давайте ответим на вопрос телезрителя, а потом продолжим. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Да, вот бродячие кошки, собаки во втором микро-районе в подвале держат по 6-7 кошек. В подвале бегают, надо же их изолировать или в приют сдать. Спасибо большое. Это тоже, между прочим, главный вопрос, с которым многие к нам обращаются. Что делается в этом плане? Так, что касается бродячих животных, в принципе, конечно, вы можете обратиться. Это второй микрорайон, да? Это будет совместно с коммунальными службами с Акимата. Акимата будут вопросы. Куда им обратиться? Также на 102? Либо на 102, да. И затем уже мы в службу Акимата коммунальное хозяйство передадим, будем отрабатывать. На ряду с этим полицейским, помимо того, что надо стоять на блокпостах и ходить по городу, по области и отправлять людей домой, есть также и преступники. На сегодня есть увеличение, снижение преступности? Есть какая-нибудь статистика? Да. Говорят, что в одних городах число преступностей уменьшилось. Уменьшилось, да. В целом по республике действительно статистика благоприятная. Ну, наверное, скорее всего это потому, что практически большая часть граждан находится дома. У нас вообще всегда преобладало количество имущественных видов преступлений. На кражи чужого имущества это всегда приходилось более 50% всех преступлений. На сегодняшний день, значит, на кражи у нас на имущественные виды чуть более 40% приходится. То есть у нас все практически имущество находится под присмотром. Люди сидят дома, видят свое хозяйство. Значит, практически нет, закрыты все общественные места, где также происходили карманные кражи, кражи сотовых телефонов, из сумок кражи. Но в целом количество преступлений на 30% уменьшилось. То есть, если, допустим, в прошлом году за три месяца было зарегистрировано тысяча преступлений, то в этом году чуть больше 700. Но хотелось бы сказать, что увеличилась доля преступлений против личности. В основном это преступления, совершенные в быту. То есть, ну это как следствие того, что все находятся дома. Где-то распивают спиртные напитки, где-то подрались. В общем, причинение телесных повреждений, небольшой, средней тяжести, тяжких телесных повреждений. Где-то убийства. По общему количеству, по абсолютным цифрам у нас снижение. Но по доле в общей структуре преступности оно немножко выросло. В связи с тем, что люди находятся дома. Общаются очень долгое время, причем друг с другом находятся. Следует отметить, что все вот в последний год, да и вообще на работе все заняты, вечером встречаются только редко-редко. Естественно, не надоедают друг другу. А здесь уже вынуждены, особенно в квартирах в тесных, сидеть. И, естественно, где-то возникают проблемы. И на это тоже выезжают полицейские, тоже защитой они обеспечены. Обязательно, да. Следственно-оперативные группы также обеспечены средствами индивидуальной защиты и противочумными костюмами, перчатками и обязательно масками. Вот, к примеру, медикам есть телефонный звонок. Давайте ответим. Задавайте свой вопрос. Как бытовое насилие говорят, да? Почему на период карантина не запретить продажу алкогольных напитков? Любых. И сразу все снизится. Кому мы боимся? Мы жизнью рискуем, тут в городе сидим. Алкаши тут своих жен и детей гоняют. Запретить спиртные напитки. Ленинград блокаду без спиртова выжил. А тут, смотрите, алкогольня вот эта вся гоняет всех. Почему нельзя запретить? Спасибо большое. Спасибо. Хороший, кстати, вопрос. Да, действительно, но здесь уже это вопрос не к нам по запрету продажи алкогольных напитков. Но вы не имеете даже права запрещать, поскольку у людей в магазинах есть разрешительные документы на продажу алкогольных напитков. Во всяком случае, когда, да, кематом или нашими органами исполнительной власти этот вопрос не рассматривался пока. Вот вопрос от телезрителя пишет. Как можно выехать с Алматы? У моего ребенка закончилась работа. Где смог? Жил на квартире. Заплаты закончились. Хочет вернуться домой. Помогите, пожалуйста. Живем в Венбекш-Казахском районе, в село Щелек. Что можно сделать? Здесь, как я уже говорила, в принципе, так, ребенок совершеннолетний. Ну, если он работает, значит, совершеннолетний. Если да, здесь пока никак. Пока нужно будет подождать, пока закончится карантин. Еще один вопрос. Давайте зададим вопрос, мы вас слушаем. Говорите. Алло, здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы только что не ответили на вопрос строительства частного сектора. Можно нам или нет? Объясните, пожалуйста, в режиме карантина. Конечно, строительство не запрещено. Строительство, ровно как и сельское хозяйство, обязательно нужно заниматься, потому что карантин закончится, а жизнь-то продолжается. Кроме того, работают строительные магазины, но на доставку только. То есть не сами магазины, а по заказу, онлайн-режиме. Только заказать можно. Только, да, на доставку. До конца мало осталось. Ответьте, пожалуйста. Я хочу задать вопрос. Моя дочь в роддоме, а зять в ауле. Как он пройдет блокпост, чтобы выписать ребенка? У него прописка сельская. Документы о том, что действительно жена лежит в больнице. Это в ауле можно? Обязательно. Обязательно. Да, да. Вот в сельском Акимате взять документы и можно пройти? Можно. В Акимате он возьмет документ, вернее, разрешение обратиться в Акимат. Акимат даст заявку. В список, значит, включат, как его по-другому называют, белый список. В список включат. В этом списке он будет значиться. Это автотранспорт, техпаспорт полностью копия. Он, значит, должен предоставить свой ИИН обязательно. И если его включат в список, пожалуйста. К сожалению, мы не смогли задать свой вопрос. Но в любом случае, вкратце ответьте, какие-нибудь премии или льготы полицейским будут? Вот, например, медикам хорошую зарплату выделило министерство. Обязательно, обязательно. Также по указанию министра внутренних дел, всем сотрудникам, которые у нас задействованы на блокпостах, выделяется премия в размере одного месячного оклада. Спасибо большое. Дорогие телезрители, мы теперь с вами встретимся в понедельник ровно в 16.00. До свидания. Оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин